Всем привет! Сегодня поговорим о вот таких LED контроллерах. Это Magic Home Wi-Fi LED контроллеры. Очень занятная штука, особенно ее стоимость и легкость подключения к умному дому. Давайте начнем с самого начала. Ко мне эти LED контроллеры приехали вот в таком виде. Большой в коробке, а маленький в антистатических пакетиках. В комплекте идет сам контроллер, липучка, чтобы можно было легко его закрепить где-то, и инструкция. Инструкция на английском. Нужно будет на телефон установить программу Magic Home. Вот, кстати, по этому QR-коду. Ну и остальные настройки тут тоже описаны. Ладно, это вам для самостоятельного изучения будет. Второй контроллер имеет абсолютно такую же комплектацию. Большой LED контроллер идет уже в коробке. Точно такая же инструкция в комплекте. А также пакет с двумя винтами и иголкой. Видимо, чтобы нажимать на Reset, который спрятан в этом отверстие. Отложу это все в сторону. Итак, мы имеем вот такие три Wi-Fi LED контроллера. В чем между ними разница? Вот этот контроллер работает только с обычными RGB лентами. Он поддерживает три цвета и все. Этот контроллер работает с RGBW лентами. Это четырехцветные ленты с красным, синим, зеленым и белым цветом. Вот этот большой LED контроллер поддерживает три RGB цвета. А также теплый белый и холодный белый цвет. В общем, пять каналов доступны для управления. Давайте подключим эти контроллеры к светодиодным лентам. Для каждого контроллера я приготовил небольшие кусочки лент соответствующего типа. Вот это обычная RGB лента. Эта лента RGB плюс теплый белый. А для большого контроллера я взял две ленты. Обычную RGB и двухцветную белую с теплым и холодным цветом. Вообще, есть пятицветные ленты, но их цена оставляет желать лучшего. Поэтому вариант с двумя отдельными лентами предпочтительнее. Тем более, что и яркость так будет больше. Теперь соберем все это в кучу и проверим работоспособность. На каждом разъеме есть ключ со стрелочкой. И он должен совпадать с красной стрелкой на контроллере. Это чтоб не перепутать, как подключать. Хотя можно и по цвету проводов смотреть. Черный тут обычно плюс, а остальные соответствуют своим цветам. А вот тут плюсовой контакт будет общий. Поэтому черные провода соединяем вместе. К двухцветной ленте я припаял красный провод к контакту теплого белого. А синий к контакту холодного белого цвета. На этой ленте вообще какая-то левая разметка. Ох уж эти китайцы. Но методом тыка легко можно понять, где какой контакт. Теплый белый подключаем к WW разъему. Холодный белый к CW разъему. Общий плюс подключаем к V+. Синий провод к B. Зеленый к G. Красный к R. С подключением лент разобрались. Берем любой блок питания на 12 вольт. Я буду использовать лабораторный блок питания для этих тестов. Подключаем питание к большому контроллеру. Синий провод у меня минус. А коричневый плюс. Вот лента начала моргать. Значит я ничего не перепутал. Маленькие контроллеры подключить проще. Нужны только такие разъемы. Внутри разъема должен быть плюсовой контакт. Вот я подключил все три LED контроллера. Но как видите, средняя лента не моргает как ее соседи. Это все потому, что этот контроллер уже ранее был настроен на какой-то Wi-Fi. Чтобы его ввести в режим сопряжения, его настройки нужно сбросить. Чтобы сбросить любой из этих LED контроллеров, нужно 4 раза выключить и включить их. Разорвав цепь питания на короткий отрезок времени. Ну вот и этот заморгал всеми светодиодами на ленте. Значит тоже готов к подключению к программе Magic Home. Этим дальше займемся. Берем смартфон, качаем и устанавливаем приложение Magic Home. Их есть несколько штук, поэтому смотрите, чтобы программа выглядела как у меня. В этой программе жмем плюсик, потом Add Device и видим, что уже найдены наши три LED контроллера. В режиме сопряжения LED контроллеры создают Wi-Fi точки доступа с названиями, начинающимися на LED-Net. В этом можно убедиться, посмотрев список доступных Wi-Fi в своем телефоне. Давайте попробуем подключить первый в списке контроллер. Жмем на его названии, потом выбираем свой домашний Wi-Fi и вводим пароль от него. Ждем пока производится подключение. Если не хочет подключаться, выключаем мобильный интернет и пробуем заново. Это иногда помогает. Как видите, один контроллер перестал моргать. Это значит, что он уже подключен. Им оказался самый большой LED контроллер. Если хотите, можете его сразу переименовать. Ну я оставлю как есть. Жмем Done. И вот у нас добавился сам контроллер. Теперь мы им можем управлять. Программа может попросить уточнить тип контроллера. Так как этот контроллер RGB с двумя белыми цветами, то выбираем самый нижний вариант. Теперь стало доступно управление тремя цветами, а также теплым и холодным белыми цветами. Подключим следующий контроллер. Выбираем второй по списку. Хотя первый должен был пропасть после подключения, но иногда эта программа подглюкивает. А еще может быть, что вам будет предложено самостоятельно подключиться к этому LED контроллеру. Жмем ОК. И в списке находим нужный LED контроллер по имени. Подключаемся к нему и возвращаемся обратно в приложение. Если спросит, использовать ли интернет на этом подключении, жмем Да. Ну тут все знакомо. Выбираем опять наш домашний Wi-Fi. Пароль там должен быть сохранен еще с первого раза. Почему меняется логика подключения в приложении, для меня осталась загадка. Возможно, к разным контроллерам оно подключается по-разному. Честно, не знаю. Если вы в курсе, пишите в комментах. Вот и этот контроллер перестал моргать. Приложение предлагает теперь зайти в настройки и подключить телефон обратно к домашнему Wi-Fi. И затем вернуться в приложение. Телефон подключился. Можно возвращаться обратно. Ну вот и второй готов. Теперь у нас два контроллера подключены. Вот этот. И вот этот. Остался один. Давайте его подключим. Тут, думаю, и без комментариев будет все понятно. Кстати, подключенные контроллеры уже пропали из списка. Вот теперь уже все три LED-контроллера подключены и работают. Удобно в приложении использовать группы. Но нам это не пригодится. Теперь важный момент. Заходим в меню, в Device Manager. Там будут все подключенные контроллеры. И справа у каждого будет две иконки. Globus и Wi-Fi. Globus обозначает, что контроллер подключен к китайским серверам для удаленного управления из интернета. И иконка Wi-Fi значит, что подключен к домашней локальной сети. Так как мы будем управлять этими контроллерами с помощью умного дома, то подключение к китайским серверам можно отключить. Жмем на имени контроллера. Выбираем Remote Settings. И снимаем галочку напротив Remote Status. Globus стал серого цвета. Удаленное управление отключено успешно. Эту процедуру нужно проделать для всех контроллеров, которые будут в итоге подключены к OpenHub. Еще нужно будет зайти в каждый контроллер, в Device Information и переписать MAC адрес и IP адрес. Сделайте себе табличку такого типа. Потом будет проще добавлять все в умный дом. На этом с приложением мы закончили. Все контроллеры подключены к домашнему Wi-Fi, работоспособны и готовы к использованию. Осталось их добавить в умный дом. Этим дальше и займемся. Перемещаемся за свой компьютер. Открываем браузер. Заходим в уже рабочий OpenHub. Открываем Paper UI. И как обычно, идем сразу в аддонс в раздел Bindings. Тут ищем биндинг для наших Wi-Fi LED контроллеров. Он есть в этом списке. Опускаемся в самый низ и находим биндинг, который называется Wi-Fi LED биндинг. Жмем Install, чтобы установить его. Чтобы посмотреть справку по этому биндингу, можно просто нажать на его название и откроется веб-страница с описанием и примерами. На английском, правда, разобраться там несложно. Ждем, пока установится наш Wi-Fi LED биндинг. Если у вас долго крутится кружок установки и ничего не происходит, можете обновить страницу и проверить, что там с биндингом. По идее, он уже должен быть установлен. Просто бывает иногда подвисает индикация установки. Теперь переходим в меню Inbox и наблюдаем LED контроллеры, которые обнаружил OpenHub в сети. Чтобы добавить их, просто нажимаем на галочку и потом на Add Async. Так можно добавить их все. Переходим теперь в меню, в Configuration, Things и любуемся добавленными LED контроллерами. Можете обратить внимание, вот это их MAC адреса, что мы раньше переписывали в табличку. По ним можно понять, какой из них какой. Но, не так все просто, как хотелось бы. При автообнаружении, бывает, оно подглючивает и не сохраняет настройки контроллера. Хотя, может это и исправят в дальнейших версиях. Или, если, например, просто не срабатывает это автообнаружение. Поэтому, сразу покажу ручной вариант настройки. Мне такой даже больше нравится. Как я уже ранее говорил в видео про установку OpenHub, в нем есть два варианта настройки. Через веб-интерфейс или через файлы конфигурации. Сейчас мы сделаем все через файлы конфигурации. Удаляем отсюда эти контроллеры и свернем браузер. Качаем и открываем архив со всеми настройками. Ссылку на который я оставлю в описании для своих любимых подписчиков. Чтобы скачать, кстати, нужно обязательно быть подписчиком. В общем, открываем архив. Тут я уже добавил все необходимые файлы с настройкой. Давайте разложим их по своим местам. Заходим в конфигурационный каталог OpenHub. Там в папку Things. И копируем из архива в нее файл magichome.led.thing. Открываем этот файл для редактирования в блокноте. Тут надо прописать свои настройки. Помните, я вам говорил записать MAC и IP адреса в табличку? Так вот, теперь она вам и пригодится. Я вот себе сделал такую табличку, в которой указал типы контроллеров, MAC и IP адреса. Начнем, наверное, с самого маленького контроллера. Копируем его MAC адрес и вставляем сюда. IP адрес копируем и вставляем сюда, вместо этого, что в примере. Проверяем, чтобы в протоколе было написано LD382A. Это что-то наподобие типа контроллера. Теперь копируем MAC адрес среднего контроллера. Тот, что с одним белым. И вставляем сюда. Ну и IP адрес, соответственно, сюда. Протокол тоже должен быть LD382A. Ну и настала очередь самого большого контроллера. Все так же само. Только протокол должен быть для большого контроллера LD686. Обязательно сохраняем файл. Возвращаемся в OpenHub, обновляем страницу. И видим, как снова добавились наши три LED контроллера. Это OpenHub прочитал только что созданный файл конфигурации. Там у нас еще остались два файла в архиве. Давайте и их перекинем на свои места в конфигах OpenHub. Файл magichome.led.item копируем в папку Items. Затем переходим в папку Sitemaps. Там должен быть файл с расширением Sitemap. У меня это demo.sitemap. В архиве открываем файл magichome.led.sitemap блокнотом. Выделяем все его содержимое и копируем. Затем открываем файл demo.sitemap. И вставляем тот код внутрь этих скобок. Это будет внешний вид панели управления LED контроллерами. Не забываем сохранить все изменения. Закрываем блокнот. А так же архив. Он нам больше не понадобится. Возвращаемся к веб интерфейсу OpenHub. И заходим в настройки первого LED контроллера. Тут уже автоматически созданы такие каналы управления контроллером. Но их нужно еще подключить к айтемам, которые мы добавили с файлом magichome.led.item. Открываем так же и этот файл. Вот прописаны айтемы для самого маленького контроллера. Включение и управление цветом. Вот это айтемы для среднего контроллера. Тут уже три айтема. Включение, управление цветом и управление яркостью белого канала. Ну а это для большого контроллера. Тут еще и управление вторым белым добавилось. По табличке проверяем, какой тип контроллера сейчас открыт в OpenHub. Макадрес заканчивается на 0.8. Значит это большой контроллер. Нам нужно, чтобы описание канала в файле совпадало с описанием каналов в интерфейсе OpenHub. Поэтому берем эту часть кода и копируем файл вот так. Сохраняем файл. Идем в OpenHub и обновляем страницу. Если в центре синих кружков появились белые точки, значит каналы связаны с айтемами и мы все сделали правильно. Теперь нужно сделать то же самое для других контроллеров. Откроем настройки второго контроллера в OpenHub. Макадрес у него заканчивается на 72. Проверяем по табличке. Это средний контроллер с одним белым. Можно, кстати, сразу из таблички и копировать этот адрес. Они в принципе одинаковые. Что тут, что тут. И вставляем это в описание каналов для среднего контроллера. Вот сюда. Сохраняем. Обновляем. И смотрим. Соединились три канала. Это логично, так как у среднего контроллера нет второго белого цвета. Переходим к следующему контроллеру. И делаем все то же самое, только с его макадресом. Сохраняем, обновляем и смотрим. Соединились два канала. Все ок. Открываем OpenHub в отдельной вкладке. Только уже заходим в Basic UI. И любуемся тем, что мы наделали. Вот так выглядит вся писанина в файле сайтмапа. Вот это уже идут наши LED контроллеры и управление ими. В данный момент, когда я тут клацаю и двигаю ползунки, LED контроллеры уже меняют свой цвет и яркость. И сейчас покажу с телефона, как это выглядит. Контроллеры я спрятал за диван. Мне кажется, так интереснее вид получается. Ну, то такое. В общем, включаем первый. Проверяем, как регулируется цвет. Тут все работает. Проверяем второй. Включаем его. Цвет меняется. Его яркость тоже. Тут все ок. Проверяем белый канал. Регулируется нормально. И проверяем последний. Тоже проверим, как у него цвет регулируется. Все ок. А также проверим белый теплый. И белый холодный. Все работает. Вот и отлично. Вот так настраиваются эти LED контроллеры и подключаются к умному дому. Но где их уже использовать, решать вам. Как вариант, ими можно управлять освещением своего рабочего стола. Или подсветкой потолка. Как белым цветом, так и другими цветами. Или сделать подсветку пола с выбором температуры свечения. Или вот такой настенный светильник. Ну вот и все. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал. Ставьте свои лайки, дизлайки. Пишите комментарии. До встречи. В приложении Magic Home есть несколько интересных функций, которые мне понравились. Например, микрофон. Тест, тест, тест. Как видите, оно реагирует на голос просто через микрофон телефона. Прикольная, ну, бесполезная функция. Еще можно заставить LED контроллер работать как светомузыка. Это, пожалуй, самая прикольная функция из всех. Отлично подойдет для домашних вечеринок. Есть еще выбор цвета через камеру телефона. Всякие стробоскопы и так далее. Дальше уже поиграйте сами с этим приложением. И напишите в комментах, какая функция вам больше понравилась всего. На этом разрешите еще раз откланяться. До следующих встреч. А прямо сейчас возьми и подпишись на канал. И жми колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Субтитры сделал DimaTorzok